друзья друзья товарищи моим я рад вас приветствует на канале мих вот сегодня мы вместе с вами находимся в автосалоне mercedes mercedes но от mercedes осталось только название сюда сейчас заехали премиальные автомобили этого и хюнцы хюнцов очень много и есть разные автомобили появились две новиночки это приехал 7 местный автомобиль hs 7 здесь под капотом в 63 литра бензин 337 лошадиных сил ужас какая мощная машина стоит такой автомобиль в районе 7 миллионов 100 тысяч рублей согласитесь шикарнейший шикарнейший агрегат видеобзор на него у меня есть на канале также есть электричка вот это вообще топчик электрический кроссовер есть 6 местные есть 5 местные а в китае такие бывают 4 местные стоит такой электрический кроссовер знаете сколько 9 миллионов четыреста девяносто тысяч рублей копейки для электрического транспорта такого огромного автомобиля это просто сущие копейки дальше h5 это у нас это у нас друзья второе поколение не путайте есть первое поколение везли в россию распродают цена 2 850 а есть второе поколение вот этот автомобиль он немного другой я уже много раз вам его показывал много раз о нем рассказывал здесь под капотом 2 литра 218 лошадиных сил восьмиступенчатый автомат передний привод автомат кстати полноценный все датчики необходимые у него тоже имеются это удержание полосе движения адаптивный круиз-контроль мониторинг слепых зон сзади огромный салон класс автомобиля д прямой конкурент тойоты camry toyota avalon стоимость такого автомобиля пять миллионов пятьдесят тысяч рублей это средняя цена на российском рынке гарантия гарантия есть 100000 км пробега либо два года эксплуатации камни кстати завезенная в россии по схеме параллельного импорта будет стоить столько же сколько вот хюнцы h5 второго поколения еще есть один только в другом цвете и подойдем посмотрим сколько же стоит этот автомобиль да как я сказал пять миллионов пятьдесят тысяч рублей перейдем более бюджетному кроссоверу это аж с 5 вот он бюджеты потому что он бюджетный в модельной линейки хюнцов есть семерка есть пятерка под капотом пятерки двигатель 20 бензин turbo мощностью 218 лошадиных сил работает в паре с восьмиступенчатым автоматом тип привода передний светодиодная оптика также все необходимые датчики здесь имеются адаптивный круиз-контроль есть система удержания в полосе движения мониторинг слепых зон сзади круглой обзор 360 градусов и посмотрим как хюнцы h5 выглядит сзади китайские иероглифы без них никуда говорится здесь о том что это у нас премиальный китайский автомобиль посмотрим посмотрим его что есть в нем интересного пятая дверь с электроприводом вот так устроено багажное отделение здесь у нас есть шторочка спинки раскладываются по формуле 40 на 60 органайзер слева органайзер справа розеточка на 12 вольт плафон освещения таки важные петли под фальшполом есть набор инструментов там крат баллонный ключ знаковая остановки жилет руководство по эксплуатации докатка сам буфер еще какие-то мозги здесь и все закрывается вспененным материалом вспененный материал придает автомобилю дополнительную шумоизоляцию багажного отделения да и преимущество в бюджетном кроссовере есть электропривод 5 двери двери линию порога закрывают все как в современном китайцы ромбовидная прострочка интерьерная подсветка вставка из пластика под карбон отделка кожей пластик здесь у нас винил обстановочка на втором ряду сиденья отделаны алькантары второй ряд что регулируется спинка по углу наклона здесь у нас еще есть подлокотник с подстаканниками как интересно мне даже захотелось повторить раз и готово да об непредвиденная ситуация подголовники регулируется боковая поддержка есть панорама с люком спинки отделаны пластиком сетки 2 usb портам розетка на 12 вольт центральная часть выпирает на дверях водителя без ключевой доступ вот так устроена дверная карта со стороны водителя интерьерная подсветка сейчас говорит зеленый цвет у нас кресло меняется можно сделать красный пульт управления боковыми зеркалами и электростикоподъемник расположен в одном месте так намного удобнее нежели все раскидывать по бокам и зеркала как видите у нас функция электроскладывания кресло водителя регулируется за счет электрических регулировок в восьми так восьми направлениях все верно есть память настроек в трех позициях поясничный подпор регулируется в четырех позициях перфорация алькантара я как кожа есть подогрев вентиляция также смотрим центральной консоли подстаканники розетка на 12 вольт климат скорее всего двух зон и экран мультимедийной системы введен вместе щитком приборов есть проекция на лобовое стекло руль отделан кожей рулевая колонка регулируется друзья рулевая колонка у нас регулируется знаете как за счет электропривода видите здесь такая клавиша можно вверх вниз электроприводы на бюджетном автомобиле друзья очень удобно есть подрулевые лепестки переключения передач заглянем печаточный ящик здесь мы видим руководство по эксплуатации специальной кожаной книжки разрывать не будем это пускай сделать владелец кто купит этот автомобиль кнопка сос обратите внимание как встроена настроена в потолке это вам не москвичка где кнопочку взяли вот сюда вот строили я про москвича с говорю в беспроводную зарядку да здесь у нас среди беспроводная зарядка а расположили грамотно в крыше так намного лучше дальше зеркало с подсветкой плафон освещения пульт управления люком панорамной крышей зеркало с подсветкой здесь у нас есть функция регистратора и посмотрим как выглядит обставка на втором ряду сколько здесь свободного пространства оценивайте целом же вот такую бюджетный автомобиль hs5 хюнцы продается сейчас вы удивитесь за сколько всего лишь за 5 миллионов пятьсот девяносто тысяч рублей 5 местный 5 миллионов пятьсот девяносто семиместный автомобиль уже свои 6 будет стоить 7 100 и еще есть вот такой вот в белом цвете hs5 также в продажу поступил хюнцы минивэн h9 его мы обязательно рассмотрим что за машина какими техническими характеристиками она обладает обязательно вам расскажу а на этом друзья у меня все вот такой вот небольшой получился выпуск из автослона хюнцы теперь вы знаете какие модели представлены продажи а самое главное по какой стоимости я отмечу что хюнцы самый дешевый это аж 5 первого поколения стоит 2 миллиона восемьсот пятьдесят тысяч рублей гарантия два года либо сто тысяч километров пробега что наступит ранее на этом у меня все ушел комментарии отвечать на ваши вопросы до новых встреч